Дорогие друзья, я читаю курс для историков Русской Православной Церкви, которая имеет такое очень длинное название «Современные подходы к канонизации и изучению опыта новомочников». Конечно, само это название, что ни слово, то проблема. Современные, мы говорим о современных подходах, что такое современные. Мы под этим подразумеваем скорее эпоху постсоветскую, то, что мы можем обозначить концом 80-х, и до сегодняшнего момента. Подходы. Тоже возникает вопрос, почему мы говорим о подходах к канонизации. Действительно, их много. Оказывается, не один подход в Русской Православной Церкви к канонизации, или их несколько. То есть это тоже вопрос. Канонизация – тоже такой термин. Все имя очень приняты, признаны, известны. Что это означает? Какое вообще имеет отношение канонизации, например, к Русской Церкви, к истории Русской Церкви? Какое оно имеет значение сегодня? Какое это значение? Это понятие имело ранее. Ну и, конечно, канонизация нас обращает к понятию святости, к ключевому для христианства, как и для любой веры и религии. Но что это святость? Что понималось под святостью тысячу лет назад, сто лет назад? Что понимается сегодня? В Ветхозаветную эпоху, в Новозаветную, на Западе, на Востоке. Это тоже все оказывается не так однозначным и просто, когда мы обращаемся всерьез к этому вопросу. Ну и, конечно, наш фокус предмета моего заключается в том, что мы будем изучать опыт новомучеников. Кто такие новомученики? Вообще этот термин, как известно, не XX века, а гораздо раньше он возник, так называли. И вот греческих мучеников, которые погибали в Османской империи, и сербских, и других. Но мы, конечно, будем говорить о новомучениках, прежде всего, о церкви русской. Тоже, кстати, вопрос. Какое-то время их называли российскими, теперь их уже принято называть церкви русской. И вот один тот факт, что в течение последних 20 лет не только состоялась массовая канонизация новомучеников-исповедников в церкви русской, но и состоялись некие деканонизации, нам тоже уже говорится о том, что это проблемное поле. Опыт новомучеников – это тоже такое ключевое слово для нас. Почему? Потому что, ну и вообще его изучение, да, вот, наверное, это вообще самая большая проблема. Вот как мы можем изучать историю, да, допустим, историю того или иного движения, биографию того или иного лица, его взгляды. Это нам более или менее известно, и здесь методология, ну, в общем, многообразная. Исследователь может выбирать. Но что такое изучать опыт? Ну, тоже мы можем сказать, что нам известный феноменологический подход, который очень разработан в 20 веке, да, вот в науке о религии. Мы здесь согласимся. Но наша проблема в том, что вот этот опыт, который нам, наверное, интересен больше всего новомучеников, да, что для него почти нет никакого материала, что в ситуации с новомучниками, вот, скорее, мы можем, когда мы говорим об опыте, это перед нами предстает такое уравнение со множеством неизвестных. И, конечно, это проблема проблем. Однако именно эти вот вопросы, на мой взгляд, они оказываются самыми интересными и самыми актуальными в истории церкви. Потому что, ну, конечно, историю церкви можно по-разному тоже изучать, да. Вот обычно, когда мы берем учебник, например, да, ну, или какую-то работу, монографию по истории церкви, то мы здесь встречаемся с именами епископов, мы здесь видим какую-то церковно-политическую ситуацию, да, но действительно говорить о каких-то глубоких вещах, о том, что за опыт, да, что скрыто за всеми этими событиями, ну, в общем-то, не так мы много можем встретиться с подобной литературой, да. И вот русская церковь, она пережила такую трагическую эпоху, да, она прошла, конечно, через горнило таких испытаний, в которых ей вообще очень много всего открыто, и нового, и ценного. И, однако, этот, именно этот опыт, он изучен очень мало, вот, и он, можно сказать, так, знаете, хранится еще в недрах истории церкви, вот нам надо как такую ценную руду ее еще добывать, да, вот, как-то переосмыслять, осмыслять, тоже вырабатывать какие-то свои подходы и методы к изучению этого. И, конечно, иначе вообще можно сказать, что этот опыт, который был обретен русской церковью, может оказаться, ну, даже, ну, не знаю, если он не будет нами постребован, может оказаться напрасным. А это, конечно, ну, не просто печально, это просто трагедия, наверное, могла бы быть для нас, для всех. Итак, вот поговорить об этом, обо всем, конечно, за обозначенные 30 минут невозможно, поэтому я предлагаю сфокусироваться на двух понятиях – канонизации и святости. Попробуем поговорить о них. Итак, начнем с канонизации. «История вопроса». Вот мы изучаем современные подходы канонизации, то есть современные взгляды на то, кто такой святой, то есть то, как понимает современная церковь, кто такой святой, а кто не святой, да, вот кого можно назвать мучеником, кого нельзя назвать мучеником или исповедником. Конечно, прежде чем говорить о современных подходах и их специфике, надо разобраться, а что, собственно, было прежде, да, так сказать, контекст нам надо понять, да, вот кого называли святыми мучениками прежде, вот вообще, что такое канонизация. И границей для нас здесь является рубеж XIX-XX веков. Это время пересмотра, ну, даже я бы не сказала, что это пересмотра этих понятий, да, а скорее такое, это время такой чистки рядов святых. Вот, списки святых были очень многообразны, и мы видим, если читаем литературу этого времени, очень много таких высказываний о том, что так все-таки давайте разберемся, кто святой, кто не святой, потому что очень много авторов, особенно, ну, писателей, там, не церковных, авторов, которые под видом житей предлагают те или иные имена, а они, допустим, как-то, оказывается, не обнаруживаются в календарях святых, или даже если они обнаружатся, тоже вызывают некие вопросы. И вот это время действительно вот такого переосмысления. В 1903 году выходит книга нашего выдающегося историка Евгения Всегневича Голубинского, которая называется «История канонизации святых в русской церкви». Вот он выносит на свет исторические сведения о критериях канонизации, дает периодизацию истории почитания святых в русской церкви, формулирует основания причисления к лику святых, отмечает категории, такие вот разряды святых, и, самое интересное, ставит вопросы новые. Вот интересно то, что на рубеже веков появляется немало работ, которые направлены именно на эту чистку таких рядов святых. Итак, что же такое канонизация? Ну, канонизация – это, как мы с вами понимаем, хотя не сразу это на самом деле можно понять, что вообще-то это к нам слово, хотя имеет корень греческий, вообще-то слово латинское, оно к нам пришло из латинского языка, канонизацию, хотя имеет происхождение действительно греческое. Но здесь слово «канон» для нас означает не правило, а список, каталог. И вот Голубинский определяет это понятие как причтение церковью какого-либо усопшего подвижника благочестия к лику ее святых. Совершается это через акт высшей церковной власти, как установление и чествование святого. И отличительный признак здесь вот канонизировано и неканонизировано очень простой, он такой формальный и явный. Те, кому поют молебны, это святой. Те, кому поют панихиды, это неканонизированный святой, хотя, может быть, и почитаемый очень в церкви человек. Надо сказать, что этот термин очень поздно вошел в употребление в русской церкви. Ну, в российской церкви, можно так, если правильно, наверное, говорит. Он пришел к нам с запада и встречается в нашей богословской литературе только с первой половины XIX века в книге «История русской церкви» Филарета Гумилевского. И вызывает резкую критику всеми любимого и чтимого святителя Филарета Московского-Дроздова. Он критикует этот термин как латинское выражение, которое чуждо православной церкви. Он эту чуждость видит в неприемлемости западного чина с участием адвоката дьявола. И говорит, что, в общем, не надо нам ни этой катехизации, ни этого чина, ни этой канонизации, ни этого чина. И, в общем, давайте как-то по-другому будем называть. И святитель Филарет против использования этого термина. И в последующих изданиях, очень интересно, истории Гумилевского, этот термин заменен на сопричисление к лику святых. Для нас же этот термин, конечно, сейчас уже является легитимным и привычным. Но, наверное, стоит задать вопрос, каковы же критерии канонизации? Нам, конечно, важно различать критерии канонизации и критерии святости. Это не одно и то же. Вот какие критерии канонизации? То есть основания, по которым в священном начале принимают решение, что этот человек является святым, и теперь ему полагается определенная служба, тропари, иконы и все, что связано с почитанием. Итак, вот если мы откроем православную энциклопедию современную, то мы увидим, как эти критерии сформулированы. И, в общем-то, они никак не изменились по отношению к формулировке патриарха Иерусалимского нектаря, который он высказал еще в XVII веке. Итак, это три критерия основных. Православие безукоризненное. Второе – совершение всех добродетелей, за которыми следует противостояние за веру даже до крови. И третье – это проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес. Есть еще такой дополнительный критерий, который больше имеет отношение именно к нашей церкви. – это то, что свидетельством святости признается нетление мощей и благоухание костей. Ну, это вопрос такой более, можно сказать, факультативный. Не будем сейчас о нем подробно говорить. Конечно, эти критерии играют разные значения в зависимости от чина святого и от исторического периода. Какой же акцент ставится в наше время? Какой критерий считается основным при решении к перечислению к лику святого? Вот я люблю этот вопрос задавать студентам. И по-разному отвечают. Итак, какой критерий основным считается, например, сегодня? Кто, правда, считает именно этот критерий основным? Мы этого коснемся чуть позже. Что было сто лет назад? Сто лет назад Евгений Евсигеевич Голубинский делает вывод, что в позднейшей греческой церкви, так же, как и в российской, дар чудотворений был причиной причисления к лику святых. Это как бы основной, оказывается, критерий. Вот он считается единственным, отметим, ограждающим от произвола человеческим. Как скажет об этом современный писатель, нам всеми известный и, в общем, уважаемый. Долгое время он был секретарем, ну, не долгое, но несколько лет он был секретарем. И, в общем, до сих пор является участником, главным членом комиссии, Сенатальной комиссии по канонизации Дамаскин Орловский, архимандрит Дамаскин. Вот он тоже считает, что это главный критерий, который ограждает нас от произвола человеческой, который, по его мнению, является таким объективным признаком святости для историка. Однако Голубинский обращает внимание на то, что в древней церкви этот критерий не играл существенной роли, и он при этом задается вопросом, почему правило, предоставляющее собой единственное ограждение от произвола человеческого в таком важном деле, как провозглашение святых, не было постановлено в древней церкви? Почему для церкви это не являлось каким-то основанием для того, чтобы почитать того или иного человека святым? И вот ответ Евгения Стегневича очень знаменателен. Вот такой вот настоящий ответ настоящего историка. Он говорит, мы затруднимся дать какой-нибудь ответ. На этом он ставит точку. Попробуем сами ответить на этот вопрос. Итак, для того, чтобы нам об этом говорить, надо, конечно же, вспомнить о том, что у нас еще есть важнейшее понятие – это святость. Что же такое святость? Потому что канонизация, конечно, без этого понятия не имеет никакого смысла. Мы понимаем, что понятия канонизации и святость, с одной стороны, как бы стоят на одной доске, они взаимосвязаны, но если мы приглядимся, то заметим, что значение слова «святость» в контексте канонизации отличается от раннехристианского понятия святости, известного нам из новозаветных и раннехристианских текстов. Святость – само слово от еврейского «кадыш» означает «отделенный». Поэтому мы можем говорить, что вполне святостью обладает только сам Господь. Вот такой отделенный, он и намерен, он отделен, он трансцендентен этому миру. Поэтому, когда апостол Павел называет в своих посланиях современных ему христиан святыми, мы видим это во множестве случаев, то это означает в его устах прежде всего выделенность всех христиан из всего человечества. Христиане – это и есть новый Израиль, духовный Израиль, самая суть израильского народа. Они святы, ибо избраны. Святые соответствуют приблизительно нашему понятию «освященный» или еще лучше сказать «посвященный Богу». Протопресвитер Виталий Боровой говорил, что «святой» означает «отданный Богу в его и только его удел». Вот это тоже очень важно, что святой – это тот, кто посвящает себя, он как бы центрируется именно на Боге, и все остальное для него оказывается периферийно и неважно. Мы с вами можем здесь тоже вспомнить важнейшую формулу одного из самых древних символов веры – веру во общение святых. Это апостольский символ веры, в котором святые, кто такие святые? Часто считают, что это святые, это относится только к тем святым членам церкви, которые канонизированы и почившие. Мы, конечно, понимаем, что в ту эпоху, когда был, скажем так, рожден этот символ веры, никакой канонизации быть не могло. И вообще само понятие святых относилось ко всей церкви, поэтому, конечно, здесь в веру и в общение святых подразумевается общение христиан, вообще живущих на земле. Это действительно такой самый экклезиологический член символа веры, который говорит о вере в церковь. Святая святым, мы знаем с вами, это вот этот возраст, который звучит на литургии верных, и, конечно, это вот обращение, то есть не обращение, а здесь говорится о том, что вот эта святыня, которая преподается всем святым, всем, кто здесь находится, а не только каким-то особенным, там, епископом или там пресвитером, или монахом и так далее. Интересно, что в памятниках первоначальной христианской древности до середины IV века и даже до V века как у восточных, так и у западных христиан слово «святой» – агиус, в греческом варианте или в славянском – асантус, не употреблялось по отношению к христианам, особо выделенным, особо почитаемым по своей жизни или подвигу, то есть ни апостолам, ни мученикам. Это слово не относилось. Также и в римской церкви. Исключением здесь была только карфагенская церковь, в которой уже в III и также до V века мы уже видим при помненовении умерших, особо чтимых церковью, это слово «сантос» употребляется. Причина, по которой христиане в древнейших времен избегали этих эпитетов, заключается, по мнению некоторых ученых, прежде всего здесь можем назвать таких ученых, как Сергей Сергеевич Аверинцев, в том, что это слово именно часто употреблялось язычниками, и вот надо было отмеживаться от них. Начиная с IV века везде открыто и торжественно происходит вот такая трансформация по отношению к этому слову, и вот чествование святых, вот мы видим здесь уже, которые узаконены двумя поместными соборами того же века IV, гангерским и лаодиакийским. Вот вместе с тем развивается и определяется само учение о почитании святых. И вот это учение, оно, скажем так, закрепляется в христианской догматике утверждением VII Вселенского собора, где говорится о необходимости молитв, о представительстве Богородицы, святых, ангелов, святых, которым воздается почитание, равно как и святым, и мощам их, чтобы и мы были причастниками их святости. Такое выделение сопровождалось еще одной интересной метаморфозой. Собственно, откуда мы знаем о святых? Вот как вот, если мы что-то хотим знать о святых, мы обращаемся к какому источнику? Ну, конечно, к житию. И вот эти жития, повествования, что собой представляло? Вот довольно быстро в истории церкви жития, точнее, такой вот тип повествования, жанр, он меняется, он как бы трансформируется, в общем, кардинально. Что такое первые жития? Это проповедь. Это проповедь, которая произносится в собрании. Это свидетельство о мучениках, прежде всего, свидетелях, об апостолах. Вот такое свидетельство о свидетеле. Мы помним, что мученики первые, собственно, это были свидетели Мартириус. Часто звучащая такая проповедь, вот она звучит именно в местной церкви, общине, в которой те люди, которые слышат эту проповедь, они просто лично знакомы с этим человеком. Для них это свидетельство играет такую вот особую роль, жизненную роль. И такие жития до нас почти не дошли. Мы знаем, что они были написаны, как правило, на основе таких проповедей, и иногда туда включались так называемые акты мучеников, вот такие документы, в которых мы видим такой допрос мученика, вопрос и как он отвечает. Такие жития действительно, их очень мало, и они ближе действительно к евангельским повествованиям, которые, в общем-то, тоже можем назвать житием. Вот Евангелие мы вполне могли бы назвать житием Христа. Вот деяние иногда называют житием церкви. Позднее появляются письменные географические проповеди, они чаще относятся к подвижникам. Ну вот Аскетом, такой самый известный, и, можно сказать, первый, это житие Антония Великого, автор которого святитель Афанасий Александрийский. Но уже с Константиновской эпохи житийные повествования меняют свой и стиль, и характер, и, можно сказать, жанр новый рождается. Они начинают, как ни странно, ориентироваться не на мученические акты, и не на первой проповеди, или даже вот такие письменные повествования святителя Афанасия Александрийского, а на античный биографический жанр, задача которого – показать и растолковать слушающим героические качества, существенно отличающие святого от всех нас. Там автор уже стилистически совершенно иначе повествует. Вот если в Библии не принято называть тех, о ком мы говорим, да, героев, говорить, что вот это нечестиво, это благочестиво, изъяснять, как бы сказать, разжевывать читателю, кто есть кто, то вот в античной биографии это было очень принято, и вот эти качества мы видим и в новых житиях. И получается, что то, чего избегали древние христиане, настигла древнюю Константиновскую церковь, и понятия агиус, санктус употребляются уже почти поязычески. И почитание тоже приобретает такие языческие черты, да, большое значение приобретают вторичные святыни, места, где они жили, святые, да, мощи и так далее. Нам, конечно, важно различить критерии канонизации и критерии святости. Критерии канонизации не изменились. И если мы обратимся к документам современной комиссии по канонизации, да, вот секретарем которого до недавнего времени был архимандрит Дамаскин-Орловский, то, который много очень сделал для почитания новомучеников, да, мы все знакомы с его многотомником, который он, которых насобирал еще там, еще советского времени свидетельствами, вот мучеников и святых, и исповедников, вот как он, например, говорит о вот этих критериях. Да, вот он как раз, мы уже к этому касались, но сейчас еще раз повторю. По существу, говорит он, основным и главным критерием, в соответствии с которым совершал церковное прославление подвижника в Русской Церкви, были чудотворения. И вот он считает это действительно таким объективным фактом, даже он это слово употребляет, по которым мы можем судить о святости. Ну, конечно, это странно, наверное, слышать из историка, вот он, допустим, говорит, таким образом, первое по существу главное основание канонизации святых в Русской Церкви было чудо, то есть прямое Божие вмешательство в процесс канонизации святого. И поэтому, так как мы, ну, по крайней мере, прижизненных чудес можем знать очень немного, то особая опора наша здесь на чудеса уже, как это называется, да, посмертные чудеса, которые совершаются у мощей, у гроба, если таковые до нас дошли. И мы понимаем, что в случае с новомучеников и исповедниками российскими это давно довольно проблемно. Богоугодная жизнь, говорит, вот он ссылается, да, Адамаскин ссылается здесь и на постановление собора 17-18 годов, в котором говорится, что для причтения угодника Божия к лику местных местно чтимых святых важно, что необходимо, чтобы богоугодная жизнь праведника была засвидетельствована даром чудотворения, прикольчения его и народным почитанием. Да, то есть что чудо оказывается все-таки в центре. Здесь приводится много фактов, сейчас мы, наверное, их опустим, но мы можем задать вопрос, да, а что такое вообще чудо? Ну и вообще насколько мы можем говорить о том, что оно объективно? Ведь о всех чудесах, так или иначе, мы знаем все-таки тоже из, ну, как бы третьих рук, да, все-таки это тоже, как правило, свидетельства какие-то о тех или иных чудесах. И что такое чудо? Вот если мы с вами обратимся к византийским житиям или тем житиям, про которых мы сказали уже, да, вот уже с Константиновского периода, которые стали, скажем так, больше обращать, ну, как сказать, брать свой образец не с евангельских, не с новозаветных текстов, а с языческих, античных, да, то мы увидим, что действительно эти жития, ну, просто, можно сказать, начинены чудесами. И эти чудеса, как правило, они связаны, вот действительно, с такими, можно сказать, объективными какими-то фактами. Это исцеление, это, не знаю, ухождение по водам, это поднимание подвижника по воздуху, молитва, там, так сказать, когда вдруг он поднимается на воздух, там, ну, вплоть до того, что освобождение, там, да, из тюрьмы каких-то, ну, там, узников, да, что падают цепи, ну, то есть такие чудеса, которые мы видим, конечно, в новозаветных текстах, но они какие-то единичные, довольно скромные по сравнению с тем, какие мы можем видеть в житиях святых. Как же мы можем к этому подходить сегодня? И вот тут нам действительно большое, большую здесь вот услугу оказывают те, кого, те мыслители или даже новомученики, исповедники, от которых до нас дошло больше сведений, да, ведь большая проблема для нас, что вот те, кто жили святые, новомученики, исповедники, мы о них знаем очень мало, да, тут надо заниматься следопытством, прежде чем исследовательные материалы. Ну, нам повезло, что часть этого же наследия, да, то есть тех же людей, которые жили примерно тем же духом, да, которые тоже участвовали, допустим, в соборе 17-18-го годов, и которые, безусловно, если бы оказались здесь, на родине, тоже вошли бы в число исповедников и новомучеников российских, многие из них оказались за рубежом. И таким образом до нас дошли сведения о том, что они думали, как они ставили этот вопрос о критериях святости, а все-таки кто такой святой? Действительно, тот, кто совершает чудеса? Да, конечно, но какие чудеса? И здесь мы с вами имеем возможность обратиться вот действительно к такому пласту, как о географии русского зарубежья. Ну, прежде всего, мы здесь можем обратиться, конечно, к Юргию Петровичу Федотову, который говорил про то, что, как бы он ожидал, что 20-й век-то будет веком, обратим внимание, еще в 1927 году он об этом писал, ну, там, 30-е годы тоже, что это будет век небывалой святости, небывалого мученичества, но он эти критерии определял иначе. И делал он это, прежде всего, обращаясь к исследованию святости русской древней. И он там тоже выделял, как бы, не столько чудеса, которые, допустим, совершались при гробе Бориса и Глеба, и поэтому, по мнению, например, Адамаскина-Орловского, именно Борис и Глеб были канонизированы. Вот. А потому что не одни они, то есть были и другие сыновья Владимира, которые пострадали от святополка, но вот именно они были канонизированы. Тогда как Георгий Петрович Федотов и другие, ну, вот, писатели, да, русского зарубежья осмыслились совершенно иначе. Они задавали вопрос, а в чем суть этих чудес, да, а в чем суть их подвига? И приходили к выводу, что суть, допустим, они говорили в такой кинетической святости, вот об этом братолюбии, которое они выделяли, как именно особое, вот, качество именно русской святости. Все-таки, если мы говорим именно про опыт новомучеников-исповедников российских, что же, собственно, в них новое, да? Вот если мы сопоставим те сведения, которые нам известны про новомучеников-исповедников российских, которые, слава тебе, Господи, в наше время все умножаются, да, и, так сказать, пребывают, можно сказать. Мы находим какие-то проповеди, находим какие-то воспоминания, какие-то письма. Все больше и больше у нас появляется корпус тех материалов, которые мы можем исследовать. И если мы посмотрим, ну, особенно выдающихся здесь людей, то мы и сопоставим, допустим, с теми ожиданиями, которые высказывает Федотов, да, вот он говорит про вот возрождение мистической традиции, которая угасла в московский период. Или он говорит с опытом общественного служения, с подвижничеством в миру, с ответственностью за судьбы национальной жизни, преодолением от решенности веры, от культуры, да, и вот того самого раскола светского и духовного, да, новым мученичеством-исповедничеством, которым обретается новое качество соборности, да, то мы увидим, что действительно вот новомученики-исповедники России, они нам открыли какую-то новую, можно сказать, страницу святости, вот, которую, конечно, нам еще стоит изучать и изучать. Спасибо. Продолжение следует...